Привет, просветители! Есть у меня одно качество, которое я в себе очень ценю. Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я все еще не разучился удивляться. Такое себе достижение, но тем не менее. Всякий раз, когда мы обсуждаем на канале какую-то дичь, я искренне верю, что уж это-то точно никто не переплюнет. Но проходит пара недель, или в лучшем случае месяцев, и российское телевидение, или взволнованная общественность, еще немного расширяет рамки. Адекватности. Или неадекватности. Тут уж как посмотреть. Еще пару недель назад я был уверен, что моим телевизионным фаворитом последних лет безусловно останется высказывание господина Гурулева. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта вот гриль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Естественно, ничего особенного в словах депутата МВД не увидела, как и их лингвистическая экспертиза. Как следует из справки о лингвистическом исследовании, эксперт отказался отвечать на вопрос о наличии высказывания депутата признаков возбуждения вражды или ненависти, унижения представителей группы лиц, а также оправдания насильственных действий. По словам лингвиста, в части слов генерал отсутствуют признаки экстремизма, а в других вопросах имеются позиции, которые носят правовой характер, что не входит в компетенцию специалиста. Приблизительно так на экзаменах отвечает большинство студентов. Это не входит в мою компетенцию. Но если выступление Гурулева только ужаснуло, то недавняя передача на НТВ вселила какую-то просто неимоверную гордость за финансовые успехи нашей страны. Все мы слышали про рывки, скачки, позитивные тенденции, но это просто следующий уровень. А началось все опять-таки с Гурулева. Депутат заговорил о налоге на бездетность. Конечно, будут лупить меня за идею. Да мне фиолетово. Вот оно есть как есть. Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое имя, второе дети. Все остальное вообще никому не интересно. По мысли парламентария, деньги бездетных граждан можно было бы направить на что-то полезное. Если ввести налог на бездетность, то можно вполне деньги те, кто не хочет иметь детей, пустить на тех детей, которые сегодня остались без родителей. И началось. Про налог заговорили в соцсетях, обсудили в Думе, пригласили экспертов на НТВ. Цена проекта по демографии несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим. Действительно. Откуда же еще взять деньги на повышение демографии в стране самым большим запасом природных ресурсов? В стране, где с первого класса школьникам рассказывают, что круче нас только яйца, а богаче и вовсе никого нет. Сколько процентов? Ну, смотрите, в данном случае проценты зависят от дохода. Абсолютные цифры бездетной семьи 30-40 тысяч рублей, то есть деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье. 30-40 тысяч. Да, вы не ослышались. Какое чувство вы должны испытать после подобных заявлений? Правильно. Радость. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ свято верит, что россияне готовы, не, не то слово, способны платить дополнительно 40 тысяч. Что я хочу по этому поводу сказать? Вспоминая специфику моего канала. Уважаемые педагоги, хватит прибедняться. Пока мы здесь постоянно ноем о низких зарплатах, сколько у меня роликов об этом вышло, эксперты, ученые на НТВ утверждают, что вы готовы еще 30-40 тысяч отстегнуть. Но логично, чтобы заплатить такие налоги, доход должен быть больше, чем налог. Либо это новое слово в науке и очередной экономический прорыв. К сожалению, не все отнеслись к подобному заявлению эксперта позитивно. И меня, честно говоря, это немного удивляет. Вас пытаются вдохновить, замотивировать, наконец-то перестать быть нищебродом и найти нормальную работу и заплатить государству 40 тысяч. Вас верят. И, честно говоря, тем же учителям грех жаловаться. Сколько уже лет назад господин Медведев предложил в бизнес отправиться? Шесть? Восемь? Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. У вас было достаточно времени, чтобы начать получать нормальные деньги. Которые позволят вам заплатить налог. Лол. В своей любимой подмосковной школе, привет, русский район, я получал 18 тысяч. Как видите, немного не добирал до налога. Чуть-чуть. И я в этом никого не виню. Потому что отлично понимаю, что с такой мизерной зарплатой в стране был, ну, только я один. Потому что ученые же явно все рассчитали, прежде чем с подобными заявлениями на ТВ выходить. У населения явно деньги есть. А если найду? К тому же вы можете вполне резонно отметить, что я уже давно не работаю в школе. А вот нынешние бюджетники, конечно, уже давно готовы к подобным налогам. Ну, система же, наверное, именно так работает. Сначала резко взлетают доходы, а потом уже подобные дикие налоги вводят. В обычной Самаре реальная зарплата учителя за одну ставку это 18 тысяч рублей. Это если не брать классное руководство, то всякие доплаты. Понимаете, да? Ок, нет, в 2024 году получать такие деньги. В данном видео девушка рассказывает о своем опыте работы в школе в этом году. Годы меняются, а зарплата все та же. Кстати, целиком мы это видео смотрели и комментировали на моем последнем стриме. Запись вы можете найти на Boosty. Ссылка есть в описании. Заодно меня поддержите. И поздравите с полумиллионом на канале. Да, оказывается, не все члены российского общества готовы расставаться с подобными суммами. Некоторые люди просто столько не зарабатывают. А вообще, конечно, весело. Порой молодые пары специально откладывают появление первого ребенка хотя бы до того момента, пока у них деньги появятся на первый взнос по ипотеке. Вопреки устойчивому стереотипу, детей лучше воспитывать под крышей, а не на лужайке, которую Господь Бог послал. Там уже все зайками занято. С такими же налогами об ипотеке можно просто забыть. Во-вторых, я бы не стал выводить из-под алиментов аналогной бездетности медицинские соображения. То есть не надо, опять же, делить медицину и финансы. Да, вернее, их надо. То есть вы хотите по медицине тоже? Вне зависимости от того, да, вне зависимости от причины, по которой я говорю, бездетно, семья бездетная, она должна платить. Шикарное предложение. Некоторые люди тратят массу сил и финансов, чтобы решить те медицинские проблемы, которые мешают по явлению ребенка. Давайте им еще парочку. 30-40 тысяч. Проблем в панамку напихаем. Хотя у нас тут недавно другие эксперты заявили, не можешь родить, но не хочешь платить налог? Усынови. Ну а если со здоровьем проблем нет, то просто отправляй жену в роддом и никаких налогов. Ведь правда? И в третьих, третья история, это то, что однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальная семья это двухдетная семья. Если у вас в семье один ребенок, значит налог на вот эту, на неполную детность, да, он тоже должен быть, только в уменьшенном размере. Налог на неполную детность. Честно, даже не знаю, что звучит круче. 40 тысяч для бездетных или налог для тех, у кого один ребенок. Кстати, давайте познакомимся. Я представитель педагогической династии, а это значит, что в моем детстве мы жили очень и очень бедно. Если бы у меня появились дети, когда я сам преподавал, то они бы тоже жили впроголодь. 18 тысяч. И вот уважаемый директор института предлагает родителям, которые так с трудом концы с концами сводят, может быть, господину экономисту напомнить про кредиты, которые некоторым россиянам приходится брать, чтобы купить все необходимое для школы. Так вот, он предлагает еще сильнее затянуть пояса, ограничить своего ребенка вообще во всем, но зато заплатить новый налог. Да. Любовь к детям. Счастливое беззаботное детство. Удивительно, но господин Зубец не был готов к той негативной реакции, которая последовала после его феерического выступления на ТВ. Еще раз, это не просто дяденька с улицы. Университет при правительстве РФ. Оказалось, что реальные люди немного иначе смотрят на ситуацию. Действительно, когда тебе предлагают заплатить налогов в два раза больше, чем твоя нынешняя зарплата, ну, пара вопросиков возникает. Вы там совсем того? Кстати, даже у некоторых политиков от таких веселых расчетов глаза на лоб полезли. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал проверить на экстремизм идеи налога на бездетность. Жаль, что невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость. Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи. То, что реакция такая нервная и как бы, как сказать, я бы сказал, местами переходящая в рамки приличия, да, это для меня удивительно. А, нервная реакция удивительно. Вы бюджетнику, получающему 25 тысяч, предлагаете 30-40 заплатить. Какая еще может быть реакция? Ну, в ладоши можно похлопать. Часть населения получает меньше, чем вы у них забрать хотите. Окей, а даже если больше у кого-то, а жить-то на что? Знаете, там, кушать, квартиру снимать, носки купить. Ну, потому что там каждое утро мне приходится вычищать там корпоративную почту от угроз, там, я не знаю, там, ругательств, мой адрес. Естественно, угрозы я не поддерживаю. Это ужасно. И как человек, который занимается публичной деятельностью в интернете, я понимаю, что это такое. А вот удивляться, что в твоей адекватности после такого максимально оторванного от жизни предложения начинают сомневаться, это странно. Ты работаешь как ломовая лошадь, получаешь три копейки, включаешь ТВ, а там эксперт с горы. Предлагают у тебя все отобрать. Какие еще эмоции могут быть? И как должны себя после этого обычные люди чувствовать? Единственная нормальная реакция, у вас там в Москве что-то распыляют, раз вы такими идеями фонтанируете? Ну вот то, что вот такая гепско-агрессивная реакция, конечно, это не приятно. Когда на ТВ рассказывают о каких-то вымышленных Россиях, в которых люди способны столько платить, это тоже не особо приятно, знаете ли. Если вам казалось, что уж сюда-то Украину приплести не получится, то вам только показалось. Получилось. Письма на украинском в куче спама, которым меня завалили, наглядно подтверждают, что разгон хайпа и хейта вокруг налога на бездетность и алиментов это дело рук украинской сетки. Понятно, зачем это делается. Задача наших украинских небратьев в том, чтобы спровоцировать народный гнев, причем под любым предлогом. Вот собственно этой имитацией народного гнева они и занимаются, причем довольно успешно. И сделать с этим ничего нельзя. Зайти в телегу или написать письмо можно откуда угодно, и отследить это невозможно. Естественно. Естественно. Все люди, которые в принципе не понимают, как они подобный налог смогут заплатить, просто выдумка Украины. У нас в семье три ребенка. Я прекрасно понимаю, что такое поднимать детей и сколько это стоит. И я не понимаю, почему те люди, которые отказались от рождения детей, эти деньги экономят. Они их могут расходовать на удовлетворение собственных хотелок, на путешествия за границу. А я всю жизнь работал на детей, заявил Зубец. И это ваш сознательный выбор. А у вас только бездетные и младетные россияне вопросы вызывают. А вот те товарищи, которые миллиарды получили за счет природных ресурсов нашей страны, не? Не интересуют? Ну окей. Нашли крайних. Средняя зарплата сейчас в стране 85 тысяч. Семья из двух человек получает 170 тысяч. Из них 40 тысяч. Это не проблема. Ну, наверное, на этом разговор об экспертности можно и прекратить. 170 тысяч рублей на семью. Это, позвольте поинтересоваться, из каких веселых фантазий. Друзья, если не сложно, поделитесь своим финансовым состоянием в комментариях и регион проживания укажите. И да, я знаю, что такое средняя зарплата. Но налог-то предлагают всем платить. И, наверное, человек с профильным образованием и каким-то маломальски жизненным опытом должен понимать, что ни о каких 85 тысячах в условном Смоленске речь даже близко не идет. Если человек не в браке, значит брать с него в половинном размере. Окей, мы уже приближаемся к нашей грешной земле. Вот только 20 тысяч это все еще больше, чем зарплата некоторых бюджетников. Надо понимать, что этот налог надо взимать не с молодости, а при достижении определенного возраста. Это 35 для женщины и 40 для мужчины, предложил экономист. Ну хоть со студентов вытряхивать не планируют и на том спасибо. Социальной нормой в России сегодня считается семья с одним ребенком или бездетная. Люди следуют этим стандартам. В принципе, 50-70 лет назад материальное положение было намного хуже, чем сейчас. Однако в семьях было по двое-трое детей. И в Центральной Африке материальное положение намного хуже, но тем не менее там активно плодятся. Да, потому что чем беднее страна и меньше вовлеченность женщины в экономическую сферу общества, тем больше детей. Это как бы понятно. Экономисты должны знать. Я на этом канале уже просто миллион раз говорил про второй демографический переход. Нет, у нас все пытаются придумать вот как бы кого запретить, какой бы налог еще изобразить, что нужно как-нибудь там провернуть, закрыть, задавить, чтобы люди неожиданно вернулись на 100 лет назад. Но это так не работает. Но это вообще не повод у людей, которые и так с трудом концы с концами сводят, отбирать гигантскую часть их дохода. Или вообще весь доход. А мотивация? Ну вот я не мог себе ничего позволить, а вы можете, поэтому платите. Это вообще 5 баллов. Искренне надеюсь, что подобные экспертные предложения не позволят провернуть очень веселый трюк. Активно возмущаемся в думе по поводу данных диких сумм. А через год вводим налог 1, 2, 3 процента и заявляем. Ну вы вообще помните, какие там раньше суммы называли? Так что мы еще по-божески. Это как с сухариками из пачки и мобилизации. Всего 2-3 процента. 40 тысяч, Карл. 40! Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon, там все ролики выходят раньше, без рекламы и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Вот все то, что происходило на НТВ, мы активно обсуждали на одном из моих стримов. Все записи можете найти именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите именно самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречу уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.